И в этом суть этого псалма, если мы внимательно посмотрим, чтобы испытать истинный покой, мы должны принять три дара доброго пастыря. И первый такой дар — это удовлетворение нужд. Я не мог утолить, удовлетворить свои нужды, пока не встретился с Иисусом Христом. Я не знал, что такое покой, пока не нашел удовлетворение в нем. И мы читаем в первых стихах 22-го псалма, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стезе правды ради имени своего». Несколько лет тому назад ко мне подошел мой друг. Он изучал Библию, но не был пастором. И мне казалось, что я знаю Библию гораздо лучше, чем он. Но он предложил вместе со мной разбирать Библию, и у него была определенная цель. Он хотел мне кое-что объяснить. И я ему ответил, «Конечно, Том», так его звали, «Конечно, я не против поизучать Библию вместе с тобой». А про себя думаю, «Ну, конечно, я закончил семинарию, сколько лет уже несу служение пастора, готовлюсь к проповеди. Ну, ладно, я поизучаю с тобой Библию». «А какой текст?» И он говорит, «22-й псалом». А я думаю, «Ну, это уровень воскресной школы». Это же такой простой текст в Библии. И я подумал, «Сейчас быстренько разберем и начнем изучать что-то более интересное». Но вот он начал читать, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И он остановился. И в этот момент я подумал, «Ну что ж, мысли интересны, но давай читать дальше, чтобы поскорее закончить этот псалом». Но он не стал читать дальше. Тишина. Мне уже стало неловко. Я не хотел читать это вновь. Я не хотел слышать это вновь. «Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться». Но наконец-то до меня дошло. Ведь я не искал удовлетворения своих нужд в Иисусе. Я осознал, что я сбился с пути, с правильного пути, неся служение пастора. У меня прекрасная жена, прекрасные дети. У меня была хорошая церковь, она росла, все было здорово. Но я был не удовлетворен. Я не был счастлив. Я был опустошен. Мне хотелось все больше и больше. И Дух Святой стал обличать меня, что я не искал удовлетворения в Иисусе, моем пастыре. Я стал искать в других местах, но не находил. И я осознал, что мне необходимо вернуться к Иисусу, быть овцой из Его стада, и найти там удовлетворение. Но давайте посмотрим, как Бог утоляет наши нужды. Во-первых, Он дает отдых и подкрепление. Он покоит меня на злачных пажетях. Он водит меня к водам тихим. Перед нами здесь рисуется образ овец, которые накормлены, напоены, после чего они могут отдыхать. Порой овцы бывают непослушны. Ему приходится применять силу, чтобы вести овец на злачные пажете. Так и с нами. Порой Богу приходится класть нас на спину, чтобы мы отдохнули, как меня, когда я настолько выдохся, что мне был прописан постельный режим шесть недель. Но Бог помогает нам восстановиться и обрести покой. Читаем дальше. Он водит к водам тихим. Он утоляет и эту нужду. Он не водит нас к тем водам, которые слишком быстры для нас. Не водит у нас и к заполученным водоемам, полным болезней и примесей. И Он восстанавливает нас, помогает нам вернуть силы. Многие из нас чувствуют себя разбитыми. Быть может, что-то произошло в нашей жизни. Кто-то предал нас, оставил, ранил, обидал, и мы чувствуем себя разбитыми. Внешне мы можем выглядеть прекрасно, но внутри мы разбиты, ранены. И мы живем в обществе, которое привыкло выбрасывать все, что перестает быть нужным. Долой в мусорку. Мы не пытаемся починить, исправить. Мы выбрасываем, покупаем новое. Но не так поступает Бог. Он берет разбитое. Все, что осталось, все осколки. И Он восстанавливает, созидает в нас нечто прекрасное, то, что радует Его глаз. Он восстанавливает. Таков наш Бог. Нуждаетесь ли вы в восстановлении? Быть может, вы ранены, разбиты. Господь силен восстановить вас. Таков наш добрый пастор. Так Он утоляет наши нужды. И также Он возвращает нас на правильный путь. Он дает нам смысл существования. Он оправдывает нас. Удаляет от того, что разрушает нас. Он направляет на стези правды. И мы должны помнить, что это утоляет не только наши нужды. Это радует Его. Мы читаем, ради имени Своего. Удовлетворение не наступает, если мы продолжаем жить для себя и по-своему. Удовлетворение наступает тогда, когда мы живем ради Его имени. Мы должны позволить Ему переориентировать нас, вернуть под Свой покров. Наши нужды удовлетворяются тогда, когда мы живем ради того, кто больше нас, добрый пастор, Господь Иисус. Лэрри Краб написал об этом так. Бог, как мне кажется, замыслил нас таким образом, что оценить благо жизни мы сможем лишь тогда, когда увидим подлинную ценность Бога. Только тогда мы сможем по-настоящему радоваться тому, что Бог дает нам. Мы выходим на улицу, особенно весной, и ощущаем запах цветов, когда цветет сирень, скажем, и многие другие весенние цветы. Мы можем видеть, как ярко светит солнце. Мы начинаем замечать тени, которые падают от предметов, освященных солнцем. И нас начинает радовать творение Божье. Даже те насекомые, которые достают нас, становятся нам интересными. Даже те люди, которые до этого отталкивали нас, начинают нравиться нам, когда наши внутренние нужды утолены добрым пастырем. Когда мы находим удовлетворение в нем, тогда мы обретаем истинный покой. Где вы ищете удовлетворение своих нужд? Быть может, в получении диплома университета, и вы не можете успокоиться, пока его не получите. Или в надежде, что однажды вы идете замуж, и тогда ваши нужды будут удовлетворены. Или в надежде, что однажды опять будете холостым, но мы не будем в это углубляться. В чем вы ищете удовлетворение? Может, в работе? Ваши нужды может удовлетворить только он. Только он. Если у вас, пастырь, находите ли вы удовлетворение в нем? Я полагаю, что раз вы смотрите этот курс, то, скорее всего, вы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и получили прощение грехов. Но стал ли он вашим пастырем? Находите ли вы только в нем удовлетворение своих нужд? Может, вам стоит помолиться и сказать Господу, «Господь, Ты мой Спаситель, но я хочу, чтобы Ты стал моим добрым пастырем». И это важный шаг — обрести довольство в нем. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинари». Субтитры создавал DimaTorzok